4 января 2022 года утро город спит на работу выезжает мафия ребят всем привет сегодня 4 января еще праздничные дни мне уже если честно надоело и бухать и дома сидеть поэтому совместим приятно с полезным сегодня выйдем в яндекс доставку поработаем заработаем надеюсь денежек все покажу как обычно все расскажу не просто сегодня интересно какие будут заказы алкогольные или не алкогольные или продуктовые вряд ли документы какие-то будут скорее всего на похмелку буду привозить кому-то алкоголь все ребята оставайтесь с нами точнее со мной не переключайтесь поехали бомбить 10 00 мы вышли на линию у меня приоритет плюс 3 потому что за тот месяц я получил статус серебро ждем заказ вот и первый заказ через три минуты как всегда магазин лента как я обожаю этот магазин и на благое на гидрострой отвезти что-то надо будет пока ехал старался заказ отменили мой хер на вас будем другой ждать время 10 часов 16 минут заказов пока больше не поступало смотрите новая информация также за 5 заказов 100 рублей платят а за 10 заказов не 300 а 250 а за 15 не 700 а 400 почему-то 1024 заказов нет так можно и до вечера просто пришел заказ только отъехал от места где стоял пришел заказ опять ленту ехать запарили остановили замечательно страховка просрочена ну спасибо пацаны молодцы пробили меня по штрафам штрафов нет отпустили несмотря на то что страховка просрочена посмотри сейчас заказ еще не отменили контент контент попер опоздал за них на 6 минут вот она моя любимая лента сейчас посмотрим что нам дадут на доставку блин мне везет с этой лентой приехал уже сюда смотрю мне 59 рублей пришло что за херня оказывается заказ отменили потому что он не оплачен сказали яндекс заплатил 69 60 рублей за это здесь посидим может новый сейчас заказ придет по ленту ну как обычно через 100 метров поверните обычно поверните налево на лент будучи на ленте на ленту мне не приходит заказ а сейчас пришел на уральскую ехать вручение на восточной кругляковской вечно как камеру не беру на яндекс доставку так какие-то хорошие заказы и неплохие суммы как беру камеру так как беру камеру то какая-то жопа приключается то менты остановят тот к за отменили заказы отменяют едем на уральскую обожаю эту работу то сказать машин для краснодара очень мало сейчас но и бинтов немало соответственно очень большие шансы еще и не один раз сегодня быть остановленным не всегда такие добрые попадутся как первый раз ладно это лирика я уже почти на месте короче на кормилицу у нас есть рынок такой кормилица суда меня привела нелегкая говорит не доехал 50 метров про этих прямо еще давайте нормально суда ставь все спасибо вот такие вот шампурики кому-то надо шашлычок пожарить да прикольные через 300 метров поверните направо так ну чё забрал посылку и смотрим оплата наличными 223 рубля не густо конечно да ну ладно что делать кому сейчас легко так как оплата наличными надеюсь он не 223 рубля дорастали она 250 хотя бы чаевые ребята приветствуются не забываем кстати еду я уже 8 минут еще 6 минут короче ехать это будет 14-15 минут доставка ребят улица восточная кругляковская здесь вот он стадион краснодар если вы видели но вы можете в интернете посмотреть как это все тут сейчас светится ночью как тут красиво конечно все украшено стадион деревья ну вообще конечно лайк за это сергею забыл отчество галецком оказывается и надо было не к дому подъезжать и куда-то там какой-то мангальную найти заехал к адресу он мне звонит не туда ищите мангальную большую блять в этих лабиринтах хер тут разберешься куда тут куда тут ехать полутаю теперь езжу обожаю эту работу ребята обожаю стойте говорит у большой рыбы я сейчас подойду а изначально нельзя так было сделать кружился только долбоё блять вокруг этих домов блять так пока я ходил магазинчик пришел заказ в магазин вкус вилл едем береговая и минута подачи вот он магазин вкус вилл хорошо не небольшая подача у нас получила сейчас посмотрим что нам дадут продукты наверно какие-то ну как и предполагалось два пакета со всякой херней едой всем остальным ехать 20 минут оплата 144 рубля издеваетесь что это на это ребята называется черменя это наша краснодарская сизо может я тут подачку кому-то дата не дачку а как там передачка везут но нет чуть чуть дальше куда-то надо ехать они лучше дорогу могли какую блять заказать пиздец блять это что такое нахер налево тут охренеть а я тут не проеду наверное ну пиздец пешочка нора пройду не знаю насколько тут до хера идти я помню как-то на такси когда работал в такси вот сюда подъезжал к шлагбам у меня даже не пустили так как я без машины а это кстати русло как называется ерик не ерик реки кубань смотрите кораблик стоит на мили все посылку отдал доход 144 рубля машинах хер знает действие метров 500 наверное пешочком прогулялся ну давай чё ты исполни очередную какую-нибудь гадость подсунь мне нет бы какая-то доставка в новороссийске я не знаю куда-нибудь один разочек съездить тысячи три заработать и хорош дают все поебень пришел следующий заказ ехать до заказа 12 минут хочу куда-то вот сюда мне привело доставка из лавки с такой лавки не вижу никакой лавки вижу только с лавку такая вот лавка по надавали 5 пакетов пяти пятишка воды газ у меня скоро закончится вообще не радует эта информация вот оказывается где притон этих всех яндекс доставок видели там велосипеды выдают и короба все это все хуйню надо от двери до двери донести сейчас посмотри сколько не пидоры заплатит не за это посылку забрал дальше ехать 14 минут дальше самое интересное 119 рублей и ваш рот ебал конченые ублюдки называется в таком доме крутом нет домофона при приедьте позвоните может я спущусь уточняем телефон а я знаю что я приехал это мне это говоришь как 252 не работа давайте 253 попробуем соседи откроет на мне что за херня никого нет никого нет ни у кого нет то семьдесят один гулять эти до сих пор телефон уточняют ублюдки для тебя на этаже а теперь называется угадайте ребус где 252 квартира а вот подписано надо ни одна не подписано вот это видимо 200 все вторая давайте позвоним для начала так ну чё еще раз звоним на камеру все зафиксировано говорится вот это походу никто не отвечает сейчас сфотографируем идите вы нахуй блять ну все я постучал я не открыли интернет еще нихера не работает пора подвести предварительно какие-то итоги сделал я три заказа время сейчас 12 51 я начал в 10 но пока то есть охер с ним пол одиннадцатого два с половиной часа до работы заработал 445 рублей блюдская работа блять ненавижу и так всегда скрипя сердцем выезжаю на эту работу блять то есть копейки платят копейки блять то и уже минут десять заказов нет ладно платят хуйню еще и заказов нет ни хрена подумаю уже на сегодня закончить этот цирк пару заказа бы сделал конечно все целых сто рублей получить бонусом пришел заказ лиза чайкины в семейный магнит едем и 40 лет победы корпоративный заказ от двери до двери ну я надеюсь рублей 300 хотя бы заплатят вот он семейный магнит на улице лизы чайкиной сейчас посмотрим что надо ну явно продукты какие-то чего и требовалось доказать 1 2 4 пакета ехать нам получается 20 минут а цена этого все безобразие 147 рублей я ваш рот ебал пидорасы конченые блять у ёбки блять чего багажник сгружу блять у меня тут бензином воняет но с чего чем у меня другой стороны должно багажник вонять для чем духами что скай пидорасы блять нюхаю потом ехать на улице 40 лет победы то краснодарский то знает что отсюда это как бы ним не маленький не маленький маршрут по расстоянию в благо пробок нет 20 минут ехать но тем не менее ребята у меня охуяли 150 рублей за такой платить для конченые блять андрюха додашев давай там муки чего-нибудь какую-нибудь работу я уже заебался этой хоне заниматься честно ребята будет небольшая история 30 числа был на корпоративе у надюхи на работе они ели суши я не хотел суши я это заказать макдональдс скачал программу delivery club и там буквально от ее работы до ближайшего макдональдса который находится на центре города ну кто краснодарский то знает там ну буквально 10 минут ходьбы пешком не знаю хорошо не хорошо у меня не получилось карту привязать приложению соответственно заказа не сделал но мне писали что 200 там 30 рублей доставка пешком бы он доставлял или там на велосипеде не знаю блять это 10 минут ходьбы тут ехать только 20 минут через 600 метров съезд поверните налево а затем поверните на право а тут 20 минут по пустому городу ехать блять и 100 блять 50 рублей пиздос соответственно делай выводы ребята стоит работать яндекс доставки или не стоит но мы в конце видео подведем итоги скорее всего не стоит это если очень просто отчаянное положение как у меня можно сказать по крайней мере пока пока не сезон радует здесь на улице 40 лет победа тут раньше вот сзади вот я там показываю яма была очень долгое время сейчас смотрю петлю давно тут не был смотрю тут асфальтик хороший положили домики вот такие вот у нас здесь и вот такие тоже хорошая дорога здесь постоянно пробка была все посылочку я вручил получил новый заказ здесь недалеко стусу это 40 лет победы 117 где-то тут рядом поедем на улицу папоротникова я даже такую не знаю где это вот сюда меня в этот у нас краснодаре достаточно знаменитая это пекарня пак патрика мари видимо сюда мне заказ я думаю на сегодня это будет заключительное скорее всего вот эти какие-то тортики за 900 рублей за 950 вау красота конечно а вот какие конфетки ай-яй-яй-яй ребятки вкуснотища какая но такие вот тортики какие-то надо довести улица папоротника мне почему-то интернет показывает что нет интернета нет интернета пишут хотя 4g папоротникова идет папоротникова это у нас в индустриальном 307 рублей кстати говоря короче ребята поехал я вроде как быстрее там показывают мне навигатор но я вам сейчас покажу какие у нас в краснодаре бывают дороги здесь сейчас направо будет у нас жека губернский вот там он справа называется а мы едем сейчас прямо и сейчас покажу вам какие тут у нас дороги бывают ну как говорится это только начало вот вороночка у нас после взрыва видимо чем тут еще полицейские понаставить через каждые 50 метров блин полюбуйтесь ребят а это считается у нас престижный район сейчас еще хуже будет сейчас он покажет просто пипец чтобы парите какие домики тут все хорошо газончики все отлично спасибо столичной как говорится а теперь смотрите просто жесть и тут лужи еще непонятно как их объезжать где можно встрять и где где можно не встрять блять как же страшно уху да 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 говорится гулять менты решили развернуться что лет не ходить а мы а мы на танке мы сейчас пройдем я надеюсь проедем точнее или проплывем я хер знает как правильно сказать вот здесь вот смотрите какое озеро и что где здесь ехать для ребят это будет пизда сейчас устряну это будет пизда блядь ёб твою мать я господи помоги а кофе так кто то там пишет надюшка чет это & пишешь бане не идем что ли лечу но и вот последняя лужа Блядь, твою мать. Все, дальше нормальный автобан пошел. Какие-нибудь ребята, и даже здесь есть полицейский. Куда без них? Срезал, блядь, на свою голову. Ну и напоследок вот такой вот обрывчик тут, съезд такой. Пропускаем толпу машин. Как же без этого? Еду, короче, я в поселок Индустриальный. Это где у моей бывшей автошколы имеется автодрон. И, соответственно, дальше по объездной я в сторону дома поеду. Это будет заключительный на сегодня заказ. Я вижу, впереди Димка едет на автодром. И я сейчас туда же, вон, Димка поворачивает. Димка, Димка, Димка. Загреба которой. И я сейчас сюда же. Сейчас я посылочку отдам и заеду на автодром. И пообщаемся с Димасиком. Правда, я его недавно видел уже. Ну, по ностальгируем, как говорится. Через 300 метров поверните направо, а затем поверните налево. Я сейчас доставку доставлю, заеду. У меня тут рядом доставка. Короче, вот, ребят, я привез сюда посылочку. Итого, за 5 заказов. Сейчас время 14.35. Еще раз, я вышел в 10, там, пока отменили заказ. Пока-то все, грубо говоря, в 10.30 начало работать. 11.30, 12.30, 13.40. За 4 часа я заработал 889 рублей. 556. Ой, 223 рубля наличные на карту привели. И 566 у меня, да, вот, на балансе. Ну, пришлось еще 100 рублей. Мне завтра придет за 5 выполненных заказов. Итого. 900 рублей. Слабо. Так что, делайте выводы. Оно вам надо или нет? Вот он, роденький. Как я по нему уже соскучился, а? Столько лет здесь проработал. И одна пизда пришла ко мне заниматься, блядь. И хуйню сотворила, мразь егоная. Да, да, я тебе говорил, если ты сейчас морешь. Вряд ли, конечно. Но ты, мразь. Пойдем сейчас у Димасика. И ты ревез. Что он, если захочет, конечно, сказать, что он думает по этому всему поводу на счет моего увольнения. Огромный автодром. 2 или 3 гектара, я не знаю. 4 даже, не знаю. Короче, огромный. Здесь у нас мотоциклы категории А. Здесь еще Д, автобусы, С. Вот на этой штучке я учился в свое время, беленькой. Ребят, вот это вот Дмитрий Загреба тебя на этот, кто-то на стриме под тебя писал. Я думал, это ты пишешь. Нет. Там хейтер один. Один хейтер. Может, Юрий? Не, не Юрий. Не, 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 Юрий под своим. Что скажешь по поводу ситуации с моим увольнением? Да зря Славика уволили. Нормально пацан работал. Наговорили на него. Наговорили. Поэтому, пущай, прощают. Пипец, сколько машин стоит. Это все директорские машины. Видите, разукрашенные. А Дим, как говорит, людей за декабрь ни одного человека на категорию бы не набрали. Так что, пацаны, работающие в автошколе, еще хуже меня зарабатывают. Пипец, блядь. Но все равно. Ностальгия есть у меня по автошколе, если честно. Есть. Столько лет проработать. А это все из-за того, что категория Б, категория С, Пуцешников, говорит, все нормально. Работа есть. А категория Б подорожала. Сейчас стоит 42 тысячи в Краснодаре. Представляете? И в нашу школу, потому что наша школа расположена рядом с университетом. Ну, наша, я буду говорить, формула. Студенты бедные. Идти не хотят учиться. Соответственно, людей нихера нет. Пацанов жалко. Ну, и не только пацанов. Шефа жалко. Такова солевика, говорится. Ну, что, как говорится, ребят, на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее обещание. Сейчас говорю, что за 4 часа работы заработал я с бонусом 100 рублей. Бонус 100 рублей. Блин. За 4 часа работы вместе с бонусом заработал 900 рублей. Это, конечно, ну, поработал бы я еще 4 часа. Часовой рабочий день. Да, заработал бы я где-то 2-2,5 месяца с бонусом. Еще 5 заказов бы сделал. Где-то 2,500 заработал бы. Ну, контент снял. Как-то так. Работа, конечно, не волк, как говорится. Лес не убежит. Ну, не лежит у меня душа к этой работе. Ну, пока, как говорится, тут другой нету. Лучше, чем ничего в любом случае. Все. Спасибо, ребят, за просмотр. Если вам видео понравилось, нажмите на лайк, большой палец вверх. Напишите комментарий. Ну и до новых встреч в эфире. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok